Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Раз в неделю необходимо заходить в теплицу, чтобы удалять новые разросшиеся пасынки. Я это делаю регулярно. Через неделю, как каждый день я захожу, но через неделю я захожу и вижу, что очень-очень сильно подались в росте томаты. Вот видите, я стою и в мой рост уже полтора метра выросли вот эти помидоры. Ясно, что если я сейчас туда залезу, тут будет много, видите, вот они, будет много наросших пасынков. Вот этот пасынок, он нам не нужен. И поверьте, таких пасынков уже на каждом кусту, наверное, по три, по четыре, а может быть и по пять. Все они хотят жить, они кустятся, множатся, но мы должны их, не жалея, беспощадно вырезать со средины куста, иначе будет затемнение, загущение, и они друг другу будут мешать. Вот видите, сколько молодых уже. Было два ствола, уже вот вылез почти такой же, как ствол. Все это нужно вырезать. К сожалению, у нас в регионе стоит жара больше 35 градусов уже вторую неделю. Для томатов очень сложно пережить такую жару, потому что в теплице вчера было за 50. И я днем заходила, видела, что листья скручиваются. Это, ну как, некомфортная им, неподходящая для них температура. Вот так вот лист крутится, вертится, все они даже в трубочку сворачиваются, но тут как в духовке. Единственные сорта, которые выдерживают, опять же, эту температуру, это те, которые с толстыми мясистыми листьями. Они их просто-напросто не могут закрутить, потому что они у них слишком толстые. Это во-первых. А во-вторых, у них в толстых, вот в этих мясистых листьях, у них больше влаги, они, как сказать, им дольше нужно высохнуть. А у кого такие тоненькие нежные листики сорта, конечно, они сразу засыхают, листики на такой жаре. Вот сколько? 53-56 градусов, если в теплице, конечно, они засыхают, и сразу листик скручивается. Хотела показать вам вот тот сорт, который я говорила, что не боится жары. Вот этот жаростойкий. Видите, какие листья? На него жара вообще не действует. Конечно, у него такой толстый мясистый лист. Он как скрутится, когда он сильно такой вот толстый мясистый. У них в этих листьях, наверное, скорее всего, большой запас влаги, и он не высыхает, и он даже... Вот я вчера зашла, вот эти все были подвятшие. Они так немножко поникли, но очень большая температура. Человеку тут невозможно вообще находиться. А вот этот сорт жаростойкий. Он в теплице ведет себя прекрасно. Он такой зеленый. Ему кажется, что ни почем даже жара за 50. Вот если кто-то хочет попробовать, ну как устойчивый к повышенным температурам, вот, пожалуйста, сорт жаростойкий и болезнеустойчивый. У меня про него статья на странице в Одноклассниках. Можете прочитать. Заходите. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. По-моему, называется «Таинственный незнакомец». Статья. Там все-все подробно о этом сорте. Вот он действительно, я испытала на себе, что он действительно жаростойкий и жару выше 50 градусов. Теплица переносит прекрасно. На нем вообще не отражается. Ну, а другие я вот показывала листики. Вот такие, которые с тонкими листьями. Все. Они от повышенной температуры у них началась скрутка. Они крутятся, вертятся. Хотя почва под ногами влажная. Я их поливала. Видите? Видно, что это только верхний слой сухой, внизу влажно. Для них именно, что вот эта атмосфера, которая в теплице, очень высокая температура. Но это еще им тут тяжело, потому что я не использую, опять не сделала, не доходят руки. Ничем не прикрываю, не брызгаю. Можно с наружной стороны меловым раствором слабым опрыскивать, чтобы было меньше на жаре солнцепека. У меня руки не доходят, я ничего этого не делаю, поэтому помидоры, конечно, мои здесь страдают. Но еще у нас такая жара бывает не всегда, редко. Но вот в этом году задержалась уже вторая неделя. Поэтому приходится заходить в теплицу, работать только в 5 утра, с 5 до 7. Потом уже выше 32 градусов наружу и внутри работать невозможно. Вот такая аномальная жара, она очень плохая для томатов. Пыльца становится стерильной, выше 30 градусов. И это все влияет, уменьшает наш урожай. Но будем надеяться, что к нам придут дожди. Я вот просто пришла сюда, для того, чтобы маленький вот этот видеоролик сняла, чтобы сказать, что раз в неделю в теплицу нужно заходить обязательно, для того, чтобы обрезать вот эти все лишние молодую поросль. Вот этот вот пасынок, он вылез, он уже почти зацветает. Его тоже нужно убирать. Нужно убирать лишние и пасынки, и лишние цветочные кисти, для того, чтобы помидорки были крупные и красивые. Мелочь не нужна. И тем более вот это загущение, оно плохо влияет на созревание, отодвигает срок созревания. У меня, я вот заметила, первую помидорку я могла бы сорвать 3 дня назад. Значит, в июне можно уже кушать помидоры в сибирском регионе, несмотря ни на что. До свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Там есть статьи, есть видео. Смотрите. Знакомьтесь с сортами, которые я выращиваю. Знакомьтесь с сортами, которые я выращиваю. Продолжение следует... Продолжение следует...